Приветствую вас дорогие зрители на канале Михалыч Топи Геймс, мы на аккаунте Михалыча и в сегодняшнем видео я решился закрыть свою базу от рейдеров, потому что с вчерашнего дня угроза нападения стала для меня реальной угрозой и теперь нужно закрываться, чтобы вот эти все мои красавцы ящики не пострадали. Хотя сегодня у меня зарейдили и все что было в пикапе украли, я наготовил кучу ресурсов, чтобы все-таки на всякий случай, а случаи как вы знаете бывают всякие, закрыться. Давайте входную дверь сделать, для того чтобы возможно было пробегать, для того чтобы улучшать до железа нужно сначала улучшить пол, естественно для остальных действий нам понадобится куча ресурсов. Я все заблаговременно задумал и теперь ребят у меня вот такая вот железяка, которая ну мега круто радует меня. Можно было конечно сделать ее поменьше, чисто затарить свои ящики в это все дело и теперь реально я весь в железе. Очень круто, да здравствует железная база и я очень-очень ребят рад. Вот такой вот я сегодня конечно же видос, но это еще не все, ведь мы также пойдем на антирейд, у меня украли много вещей интересных, я еще не знаю что же за база меня ждет и понимаю что нужно просто-напросто поменять вот эти ресурсы, которые я подготовил для своих стен. Естественно взять с собой топоры и заехать на рейдец, взял все, надеюсь что нам всего хватит. Кстати давайте грейданим пукаль, то есть наш пистолетик вот такими вот модулями, ай красавелла брателла и теперь мачете, думаю на всякий случай аптечки. Ну а вдруг состоит встреча с громилой, поэтому аптечки никогда лишним не бывает и как вы знаете что на моей базе можно искать это все очень долго. Потому что потому ребят печалька состоит в том, что очень-очень сильно база отличается от аккуратных, просто куча хлама. Ребят я поехал на глобальную локацию для того, чтобы увидеть что же за база меня зарейдила и стоит ли вообще переживать. Мы на глобальной карте и показать, нет это мне не интересно, бибосио ребят. Это куча хлама, который у меня украли и база бибосио. Вы знаете что база бибосио несет в себе ну прямо крутейший лут. И я очень-очень рад увидеть подобные базы, потому что я на ней сразу же заберу не только свой хлам лут, но и кучу крутого лута. И кстати напишите вам понравился стрим, конечно кто был на последнем стриме, где я сразу три рейда упашил. Ребят, три рейда в подряд. Интересненько. Хотели бы вы увидеть еще один стрим, где я буду делать пять рейдов подряд, пойти на пять баз и посмотреть, какие базы могут попасться за пять разов прохождения в подряд заданий рейдеров. Это будет крутой замес, поэтому я думаю, что должен всем понравиться как минимум. Комментарии жду, кстати лайки, комментарии и подписки очень сильно приветствуются. База бибосио, если честно, даже не сильно помню, где и что здесь лежит. А вот и мой чоппер. Я думаю, что она какая-то посильнее будет. Хитрый план или хитрая схема рейда этой базы вы, конечно, наверное, уже знаете и показывать вам как-то не придется. Так, раз, два, три. То есть высчитываем в третью. И да, нужно рубить колье. И чтобы попасть в нужное место, нам нужно рубить колье. Четыре шума, которые мы там поднимем, это просто вообще ничего. И первые два ящика, которые здесь есть, мы уже должны срубить. Красненькие. Оба красненьких ящика с крутым лутом. Хотя и в других. Здесь вообще база идеальна тем, что и на других ящиках у нас все очень топово. Вы можете найти прям крутой лут на каждом из этих ящиков. Но самый крутой, сейчас я покажу, где лежит. Именно идеальный рейд, чтобы не рубить лишнего. Вот оно. Я знаю, что каждый, кто уже собрал вышку и знает, что такое зимние локации, знает, как тяжело добываются теплые сеты. Поэтому теплые сеты сейчас приветствуются у меня очень сильно. Потом заберу шлемас. Миниган и ракетница, кстати, очень редкие штуки, которые не так уж и легко найти. Кстати, огнестрел. Отдельное слово. Отдаем огнестрел. Огнестрел всегда и везде был в топе. Сразу же взрываем дальше. Но не спешим туда врываться. Мы идем делиться. То есть как делиться? Мы идем в чоппер складывать. Понятно, что можно немножечко... Ну как немножечко? Множечко даже. Можно много-немножечко под... Много-немножечко подэкономить, потерев ваших зомби, ваших друзей обколи. Для этого просто достаточно оббежать базу вокруг. Выстрелов вообще не нужно. Вот вы видите, зомбятушка даже и не добежал, хотя это был толстяк. Толстяки, бегуны. Вообще один круг и до свидания. Я думаю, что это стоит тоже делать. Потому что значительно сэкономит проблему зомби. Ну вот. Пару колей и он бы тоже слился. Так. Минигант. Ракетница. Я думаю, что... Ну теплый сет, не знаю. Глок. Кстати, смотрите, какие глоки здесь улучшены. Модернизированные. Это очень-очень круто. Калаши тоже крутые. Забил инвентарь крутым огнестрелом. И сейчас можно слиться. Сходу же сливаемся для того, чтобы очутиться на базе. И естественно, это все сложить в нужные места. Сходив на антирейт, я увеличил количество. А теперь дни угрозы нападения. И то, что я сделал себе антирейт базу, это огромный плюс. Потому что я уже буду приносить на свою базу, то есть в свое распоряжение, крутые огнестрелы. Которые буду складывать в места, где у меня хранятся огнестрельчики. Это единственный неповторимый. С огнестрелами крутыми. И можно будет в бункер Браво ехать, наслаждаться. Так, все остальное, конечно же, нас уже не интересует. Выложил все с чопера. Теперь садимся на него же и отправляемся на глобалку. Ведь именно там у нас остается по-прежнему база. Именно там мы будем продолжать сейчас рейдить базу. Ведь именно тут мы будем забирать все. Так же до забирать весь лут. И у нас остается возможность забить еще разок повторно мега крутым лутом свой чопер. Есть мы на базе Би-8 повторно. Забираем все, что мы здесь налутали. Все, что у нас есть. Обязательно повторненько закидываем, как говорится, в инвентарь. Тоже обязательно нужно повторненько закинуть в чопер. Кому очень сильно нужны теплые сеты, конечно же, оставляют теплые сеты. Я оставляю теплые сеты. Я не говорю, что теплый сет может у вас равняться самым крутым лутом. Поэтому вот так вот делаю. И даже, наверное, все-таки что-то у меня с глоком. Вот этот глок тоже оставлю. То есть забил чопер полностью. Я думаю, что с помощью мачете здесь разберусь. В связи с тем, что здесь колья, есть все очень круто здесь. И я могу насладиться дальнейшим рейдом этой базы. Что у нас тут? Не пропускаем ничего. Можно вот этот сет еще забрать. Сеты у меня тоже. Проблема с броней бесконечная. Следующая хорошая новость, что здесь есть генератор. У меня генератор максимально. Поэтому, ребята, если вам нужно, забирайте. Стенд я не трогаю. Лутаю вот эти два ящика. В них именно есть самый крутой лут. Есть. Там, по-моему, даже зомби еще не прибежали. Забираем то, что здесь. Аптечки. Кто сказал, что аптечки могут быть лишними? Да, у меня их тоже. Ребят, я не говорю, что я там как-то очень сильно все послевал. Но реально у меня тоже проблемы с аптечками. Ну, может быть, штук 100. Для таких игроков, как мы, ребят, 100 аптечек это совсем ничего. Катаны. Катаны поменять на сет. Ну, думаю, что да. Я сделал хороший выбор. Может быть, вот эта вот мачете и есть моя. Хотя у меня таких модулей. Костяная рукоять. А здесь у меня уже посерьезнее модули. Так. Аптечки. Почему бы и нет? Я забиваю весь инвентарь аптечками. В принципе, можно уже уходить с этого рейда. Если вы хотите, вы можете посмотреть остальные тут ящики. Тут, конечно, в каждом ящике вы найдете какой-то лут, который вам интересен будет. Ну, я бы, например, уделил внимание только тому луту, который здесь лежит в отдельных ящиках. Так. Я потереть обколье в зомби. Можно, конечно, этот момент даже вырезать. Круг почета сделал. Я думаю, что больше никакие зомби меня не угрожают. В вот этих ящиках я думаю, что лут можно найти получше. Хотя многие вообще игнорируют подобный лут. Вот. Флешки это будущие микросхемы. Может быть, кто-то и скажет, что микросхема это отстой лут. Но я вам скажу, что когда вы свяжетесь с какими-то там сборами модулей или еще чего-то, обязательно обратите внимание на эти микросхемки. И, кстати, мобильные телефоны больше шанс дают вам микросхемы встретить. Дорогие часы перерабатываются в медь. Я понимаю, что еще парочка ящиков, и мы просто не сможем больше здесь ничего делать. Потому что громила придет. Идеально было бы с литиевого колья, но здесь такого нам варианта не дается. Очень приятно то, что здесь есть бензин. Кстати, батарейки самый высокий шанс имеет переработки в медь. Так как у меня база уже встала, я на это обращать внимание не буду. Может быть, в дальнейшем что-то нам придумается встали. Модули есть, все есть. Я буду уделять внимание только огнестрелы, броне. Для того, чтобы побольше, как говорится, пробовать что-то находить и какие-то прикольчики делать. Катанка. Вот сюда у меня два свободных слота. Я не помню, что в этих ящиках. И даже вспоминать не хочу. Мне интересно вот что. Хочу вот зеленый заглянуть. Просто чисто для себя. Ну, не поржать, а так. Просто чисто для себя. Если что, я потом сходу же лутаю еще одну аптечку и просто валю. То есть для меня это праздник сегодня. То, что я нашел подобную базу. Броня спецвойск, броня военная. Громила сходу прилетел. Талоны. Талоны явно мои. И помним, что еще бы один удар. Вы видели? Еще бы один удар. Я бы уже был бы не так доволен этим рейдом. Но самое главное, что у нас все, в принципе, закончилось. И я могу уйти с этого рейда на все четыре стороны. У меня все забито. Лут очень шикарный. Очень крутой. Ребят, вам спасибо за просмотры. Не забывайте ставить лайки. Подписываться на канал. И желаю вам, ребят, побольше таких баз. Надеюсь, у вас они будут попадаться просто по КД. Крутые базы на каждом рейде. Не забывайте лайкать, подписываться, комментировать. Удачи. Увидимся в следующих видео. Продолжение следует.